Почему в православных храмах алтарь закрыт иконостасом? Что там нельзя видеть? В православных храмах действительно алтарь закрыт иконостасом. Это произошло исторически. В первой христианской церкви иконостаса не было. Литургия совершалась, Евхаристия совершалась, и литургия, как общее дело, совершалась при стечении вокруг престола, или, лучше сказать, гроба мучеников всем приходом. Приходы тогда были не очень многочисленные, не очень большие. Мы это видим по древним храмам, храмам первого, второго века сохранившимся. И мы понимаем, что, в общем-то, общины были не очень большие. Больше ста человек, в общем-то, общин почти и не было. Их было много, но они были немногочисленны. И вот Евхаристия совершалась абсолютно при всех, но наступают времена, когда христианство принимает легальный, скажем так, образ бытия. И в христианство приходят совершенно разные люди, многочисленные люди, становятся государственные религией в Византии, христианство. И здесь уже происходит и образование церквей, храмов, уже отдельно стоящих. В домах богатых людей встроенные были помещения, где совершалась литургия, так называемые часовни и храмы, а уже отдельно стоящие храмы приходят на служение Богу и людям. И в этих храмах начинает организовываться богослужебное пространство. Наподобие, в общем-то, и пространства ветхозаветного храма, но и свое пространство точно так же оно организуется. Выделяется место для алтаря, где устанавливается престол, но еще не закрывается иконостасом, иконами. Только выстраиваются преграды, перегородка невысокая, со столбами сверху кладется травник. На котором изображается крест Господень, потом на эти столбы вешаются иконы. Иконы со временем переходят на межстолбовое пространство, тем самым начинает организовываться иконостасная преграда, так называемая. А поводом для этого, как нам говорит церковная история, послужило то, что один диакон во время служения божественной литургии вместе со святителем Василием Великим загляделся на одну прихожанку. И сердце его не осталось равнодушным, он возжелал эту прихожанку, даже в своих помыслах, можно так сказать, согрешил. Что неминуемо отразилось на совершении божественной литургии святителем Василием, который постоянно видел схождение огня на дары, предлагаемые для верующих в Евхаристии, тело и кровь Христова. Но в этот момент он, в общем-то, не увидел, молился, просил, Господь открыл ему, и с этого момента начинает возникать алтарная преграда. Она служит не только препятствием для взора из алтаря в храм, но и из храма в алтарь, но несет еще и очень большую миссионерскую нагрузку, если так можно сказать. По алтарной преграде на самом деле можно изучить всю историю церкви, если это большие такие алтари и иконостасы, можно изучить и догматическую часть церкви. Ведь мы прекрасно с вами знаем, что икона – это изображение книги, скажем так, в картинках. В картинках, где кратко, символично изображены и догматические особенности нашего богослужения и храма, евангельские истории изображены. И вообще искусство в церкви несет очень большую не только эстетическую нагрузку, но и интеллектуальную, догматическую и, в общем-то, я не побоюсь сказать, нагрузку для нашего с вами спасения, важную роль для нашего с вами спасения. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...